Это новости на канале Антенна 7, в студии Алла Аксенова. Здравствуйте. 15 суток одуматься. Конечная остановка по улице Бархатова стала одной из самых популярных по незаконной установке торговых объектов в Советском округе. В Советском округе избавляются от торговых павильонов. Омск отдать китайцам. Я считаю, что при граничной области вообще никогда нельзя отдавать ни в какую улицу. Как видит будущее России журналист Сергей Доренко. Смотри, слушай, говори. Хотим, чтобы мечи выходили на улицы, ходили в театры, ходили на концерты. Творческий отдых по Омске. А также к школе готовы и авангард вновь первой восточной конференции. В Омске начали массовый снос торговых павильонов, которые установлены незаконно. Их количество за лето в разы увеличилось. Предприниматели воспользовались ситуацией. Некоторое время данную сферу никто не контролировал. Депутаты решали, кому передать полномочия на их вынос. Выбор пал на глав окружных администраций с 27 июля этого года. Постановление вступило в силу. С какими проблемами столкнулись чиновники, узнала Ксения Тойчкина. Конечная остановка по улице Бархатова стала одной из самых популярных по незаконной установке торговых объектов в Советском округе. Из 50 уже выявленных 14 находятся здесь. У их собственников есть ровно 15 суток, чтобы демонтировать их. В противном случае этим займется администрация. Убирать незаконные киоски сами предприниматели не спешат. Даже вручить распоряжение о сносе сложно. Например, хозяйку этого павильона не могут привлечь к ответственности уже около пяти лет. Должник активно оказывал сопротивление. Прячется, скрывается от службы судебных приставов. Все уведомления ей направлялись исключительно почтой, которую она не получала. Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Также неоднократно на должника накладывались административные штрафы от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Как говорится, я не я. И киоск не мой. Все принятые меры тщетны. Ни одного штрафа собственница не заплатила. Сносить торговый павильон пришлось сотрудникам окружной администрации за свой счет. Между тем, сумма демонтажа приличная. Наем спецтехники, вывоз на стоянку, аренда места. В среднем один такой объект обходится чиновникам в 100-150 тысяч из городского бюджета, который и без того скудно мал. Сказать окончательно, сколько всего незаконных киосков по городу сегодня невозможно. Нерадивые предприниматели воспользовали ситуации, когда эту сферу никто не контролировал. В период, скажем так, без власти, в переходный период, когда департамент недвижимости передавал полномочия в округа, а округа еще не приняли, стала такая тенденция не только у нас в округе, но и по всему городу, что быстро стали появляться незаконно установленные объекты. Ночью привозят, краном сгружают, ставят место, куда им понравилось, на газон, на тротуар. Ну, то есть там, где им, с их точки зрения, будет выгодная торговля. Таких объектов достаточно много появилось. Список киосков нелегалов пополняется практически каждый день. Из 50 уже выявленных в советском округе самостоятельно демонтировали свои павильоны всего три предпринимателя. Другие бросают торговые точки, порой даже с имуществом. И это еще одна проблема для администрации. Этот момент самый, скажем так, щепетильный, потому что человек может заявить, что там у него были какие-то ценности материальные. Но для этого у нас существует комиссионное обследование и комиссионная выемка товара. Кстати, вернуть свой киоск вместе с товаром вполне возможно. Однако только после оплаты всех штрафов и счетов за демонтаж. Именно поэтому собственник чаще всего просто бросает павильон вместе со всеми сопутствующими проблемами. Ему гораздо проще купить новый киоск и установить его. В лучшем случае на законном основании. В худшем вновь нелегально, пока его не обнаружат и не снесут. И так по кругу. Ксения Туечкина, Александр Филиппов, Антенна 7. В Омске прошли экспериментальные выходные. Так называется проект, который объединил театральное, музыкальное и изобразительное искусство. Три тематических дня. С пятницы по воскресенье амичам предлагали вместе заниматься гимнастикой, смотреть уличные спектакли, наблюдать перформансы, выставлять фотоработы и слушать музыку. Последние, несмотря на дождь, как раз и выбрали Евгений Нефанов и Артем Колесников. Громкая музыка на улице. С утра в субботу явно что-то новое. В раскрытые из позаранку окна летят звуки ударных инструментов. Это актер театра «Шумим» Денис надел осеннюю шапку и взял в руки палочки. Сегодняшний день проходит под лозунгом «слушай». Это всевозможное искусство, которое можно услышать своими ушами. Денис любит ритм, поэтому первым делом, первым делом барабаны. Но в этой перкуссии уловить знакомую мелодию невозможно. Абсолютная импровизация. Я не определяю это под жанром. Скорее, я просто играю то, что происходит у меня внутри. В 12-м часу на проспекте культуры у смелых музыкантов появляется публика. Реакция людей разная. Кто-то проходит мимо, кто-то останавливается послушать. А вот, обратите внимание, кто-то из прохожих закрывает уши. Соединить гитару и губную гармошку. Почему бы и нет? Молодым Кате и Павлу такое сочетание кажется понятным. Они слушают этот джемсейшн с интересом. Разнообразная, достаточно-таки музыка. Ну, разные инструменты, просто сравненные, интересные. А еще на эту разную музыку ложатся разные стихи. Вот фрагмент из Александра Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». Эти люди выходят на улицу вот уже 8 лет. Они придумали и проводят фестиваль недели экспериментального театра в Омске. Хотим, чтобы амичи выходили на улицы, ходили в театры, ходили на концерты, ходили на выставки. То есть активно проводили свое время. И результаты есть, и все это движется, и вырастает новое поколение, которое сейчас 14, 15, 16 лет, которые другие, которые активно участвуют. Вчера на Чиханово-Лиханово у нас было очень много народу. Анастасия пропускает через себя музыку, то с помощью стихов, то с помощью танцев. Она не обращает внимания ни на хмурую погоду, ни на задумчивых прохожих. Ее лицо одухотворено. Обычно в жизни мы занимаемся репетициями, спектаклями. То есть все, что мы делаем сейчас, это вот экспериментальные выходные, это от того, что просто нашего искусства, нашего творчества больше, чем мы можем выразить в спектаклях. Поэтому мы еще хотим пробовать такое уличное искусство и соединять разные жанры, и театр, и музыку, и изобразительное искусство. Но погода играет тоже свою роль. И едва Дмитрий начинает говорить о своей гитаре за 10 тысяч рублей, дождь усиливается. Сейчас на нее капает дождик, и это совершенно ей нехорошо. Я, наверное, ее даже сниму. Погодные условия вас сейчас сильно смущают? Погодные условия смущают, конечно, музыкантов, потому что вода – это враг инструмента. За один час актеры и музыканты успели подарить жителям хорошее настроение. Геннадий Михайлович из соседнего дома попросил слово. Вы знаете, как приятно. Вот сейчас дождь. Сколько народу? Сколько народу? А какую сделали? Какой парк? Какую дорогу сделали? Никто не хочет оценить. Ходит. Да что это? Надо кланяться за это, за все. Улица разножанровых музыкантов завершила свою работу так же быстро, как ее и начала. Виной всему дождь. Что ж, музыканты ушли под крышу, а проспект культуры продолжил жить своей обычной жизнью. Евгений Нифанов, Артем Колесников, Антенна 7. А вот воскресенье выдалось лирическим. В этот день организаторы призывали. Говори. Я только малость объясню в стихе. На все я не имею полной ночи. Я был зачат как нужно во грехе. В поту и нервах первой брачной ночи. Я знал, что отрываюсь от земли. Чем выше мы, тем жестче и суровее. Я шел спокойно прямо в короли. И вел себя наследным принцем крови. Я знал, мне будет сказано о цару. Клеймо на лбу мне рок спрэ. С рождения выжег. Я опьянел среди чеканных сбру. И был терпелив, носили слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь ртом. А тайный взгляд скрывает, когда он зовет корик. С дамасской розой, алой или белой, Нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело. Не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, Особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини. Но милая ступает по земле. Говорили стихами Бродский, Высоцкий, Полоскова, Десятки других фамилий и авторские строки. Любящие поэзию так, что готовы даже сражаться на словах. А мечи устроили поэтический батл. Выходили к микрофону по одному и говорили, говорили, говорили. Но так, чтобы по смыслу поддержать предыдущего выступающего. Мы не ограничивали в выборе репертуара. Это может быть зарубежная поэзия. Это может быть русская поэзия любого времени. Это может быть даже авторские стихи, при условии, что они опубликованы. Главное, чтобы у нас получилось сохранить какое-то тематическое перетекание одного стихотворения в другое. И чтобы мы окунулись в мир поэзии как таковой, а не какого-то конкретного автора. Омск посетил телевизионный киллер. Так себя называет российский журналист Сергей Доренко. В 90-е годы он активно работал на федеральных телеканалах. В 2000-м его уволили после подготовки программы о гибели подводной лодки «Курск». Омским журналистам он рассказал, что тогда случилось, а еще дал собственный прогноз, сколько еще будет у власти Владимир Путин. Любая моя история, она вот такая страшная. В черном, в черном городе. На черной, черной улице. Понятно, да? Он не смотрит телевизор, считает себя анархистом-бакунинцем и не стесняется дерзко критиковать поступки властей. В 2000-м в своей авторской программе он назвал Владимира Путина главным виновником катастрофы – гибели подводной лодки «Курск». Это был последний выпуск передачи. Омским журналистам Сергей Доренко рассказал, почему тогда уволили с ОРТ. Я их обманул тогда. Почему меня Ведяева пустили? Я реально обманул. Но это некрасивый журналистский поступок. Я вышел, там был глава администрации президента Александр Ставич Волошин, он меня довел до двери Путина и сказал, я подожду. Я когда вышел от Путина, он мне говорит, ну о чем договорились? Я говорю, президент сказал, чтобы я ехал в Ведяева. Волошин не проверил. На самом деле очень много интересных историй из журналистской работы с политиками, с известными, с тем же Примаковым, Царство Небесное, как приходилось работать в разных местах, как он работал на Первом канале, про Влада Листьева. То есть на самом деле, я думаю, коллеги подчеркнули много для себя. Если там не полезные, то хотя бы интересные информации. Федеральный журналист рассказал не только о прошлом, но попытался взглянуть и в будущее. Что будет с Путиным через 9 лет? Он идет в 24-м, ему будет 72 года. Значит, кто-то придет другой. В 72 года Путин, как мы знаем хорошо от его бывшей жены, ужинает двумя стаканами кефира. В 72 года он будет еще ого. Значит, тот, который придет, будет, тем не менее, из его команды. Тот, кто придет из его команды на 12 лет, в 24-м году до 36-го. Разговор зашел и об Омске. Известного телекиллера заставили ответить, почему он в эфире «Эхо Москвы» предложил отдать китайцам Омскую область. Я считаю, что приграничные области вообще никогда нельзя отдавать. Никакое пользование. Поймите, ну это понятно, почему, мне кажется, не надо объяснять. Потому что они вползают, потихонечку поползли. Надо давать что-то. Если даже мы даем что-то в аренду, мы должны давать так, чтобы они не могли там создать анклав, прямо примыкающий к их основной территории. На встречу с федеральным журналистом пришли почти все представители омских СМИ. Главный редактор телерадиокомпании «Антенна-7» Елена Мельниченко считает, что не зря потратила время. Я пришла сюда посмотреть, как отличается его экранный образ из его видеоблога с реальным человеком. Мне было интересно, потому что, безусловно, личность. Можно быть не согласным с его точкой зрения, с его картиной мира. У меня она немножко другая. Но, в любом случае, это личность и личность интересная. Сегодня Сергей Доренко, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», активно ведет блог в интернете и очень любит Сибирь. Алла Аксенова, Александр Филиппов, «Антенна-7». Уже завтра в Омске 10 тысяч ребят начнут новый учебный год. Всего вечер остался у родителей, чтобы собрать детей в школу. В Кировском округе многодетным семьям подготовиться к Дню Знаний помогли. Будущим первоклассникам подарили предметы, которые пригодятся на уроках. Тетради, альбомы, карандаши, ручки, линейки. Подарки получили семьи, в которых есть и по пять детей. Наборы для школы, а мне еще игрушку мягкую. И по шоколадке каждую. Те же краски, те же тетрадки, все равно по отдельности они стоят по три рубля. Тогда их нужно очень много. Поэтому такому ощутимое. Чтобы помочь многодетным семьям, активисты нового города несколько недель принимали канцелярию от горожан. Собрать получилось 50 комплектов. Акция продолжается. Всех неравнодушных амичей с купленными наборами по-прежнему ждут в торговых центрах «Каскад» и «Континент». Кроме того, в этом году, накануне учебного года, более 500 ребятишек получили бесплатное приглашение в дельфинарии. Это тоже был подарок от наших депутатов. Школьники в предвкушении 1 сентября у аумские власти юбилей регионального центра. К дню рождения – кедровая аллея. Природный парк «Птичья гавань» в ближайшие месяцы украсят 300 благородных саженцев. Амичи посадили первую партию деревьев. Идея оригинальным способом увековечить торжественную дату в жизни нашего города пришлась по душе амичам. На посадку кедров пришли более десятка жителей нашего города. Артем Шиповалов уже участвовал в озеленении Омска весной этого года. Высаживал деревья и кустарники к 70-летию победы. Кедры прилунял впервые. Методика оказалась вполне доступной. Грунт нужно мешать с песком и притаптывать. На выходе привязать саженец к колышку. Пушистое деревце начнет расти. Помимо того, что сейчас это все происходит, радость, наверное, в будущее. Потому что когда ты придешь через 10-20 лет и видишь эти замечательные растения, то действительно очень хочется этого. Саженцы подбирались заранее. Первую партию выкопали накануне в лесу в Тарском районе. Все деревья крепкие, с хорошими ветками. По словам организаторов акции, должны прижиться в парке. Как устроен здесь уход за растениями в птичьей гавани? Здесь будет должный уход, будет своевременный полив, уход. То есть я думаю, что приживаемость будет высокая. Первые результаты посадки будут видны после зимовки, будущей весной. В перспективе, по мере роста кедров, соседняя лесополоса будет сокращаться. На определенном этапе аллея выйдет на одну из центральных магистралей Умска. Вот это все уберется. И кедровая мощная аллея будет стоять на границе с улицей Несейской. Будет украшением города опять. И будут легкими города Омска. Как вот Чернолучья, Красноярка и так далее. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов. Антенна 7. Авангард вновь первой восточной конференции. В Челябинске наши хоккеисты взяли верх над трактором. Ястробы блеснули нацеленностью на ворота соперника. На 11-й минуте поздравление принимал Антон Курьянов. Наш форвард отличился в большинстве. Забил 150-ю шайбу в матчах за Авангард. Буквально следом Сергей Широков здорово подставил клюшку на пятачке. И счет стал 2-0. Уральцы пришли в себя через пару минут. Сократили разрыв. Продолжили попытки отыграться. Ястробы слаженно действовали в обороне. Надежно сыграл наш вратарь Денис Костин. Авангард выиграл 2-1. Нормально сегодня сыграли все ребята. Хорошо работали. Под шайбу ложились. Видели, что даже цены травмы некоторые ребята. Так что всем спасибо за такую победу. Следующий матч чемпионата Ястреба сыграет 1 сентября в Нижнекамске с нефтехимиком. Омские кикбоксеры будут готовиться к чемпионатам мира и Европы в новом зале. В Кировском округе распахнул двери клуб Лига Стали. На открытии побывал Владимир Истомин. Новый клуб открыли два друга. Известный омский тренер Амирхан Нурмаганбетов и успешный предприниматель Мрад Абдуалинов. Один помог другому. В результате в самом центре небогатого спортсооружениями Старого Кировска появился прекрасный тренировочный центр. Где вместе, там сила. И поэтому наш президент показывает себя, как вести с Олимпиадой в Сочи, что такое спорт для нас. Сильная сторона нового клуба – отличный подбор тренировочного оборудования. По уровню тренажеров Лига Стали может потягаться со школы Александра Шлеменко. Талантливых ребят в Старом Кировске много. Ренат Бейсикеев четыре раза выигрывал чемпионат мира. Сын главного тренера клуба Амирхана Нурмаганбетова – Кайрат Нурмаганбетов. Чемпион России, призер Европы. И сейчас готовится к чемпионату мира в Ирландии. Мне очень нравятся кардиотренажеры. Мы будем улучшать свою физическую, функциональную подготовку. И в зале кардио, и в зале тяжелой атлетики, пауэрлифтинга будем уже более мощно делать акцент на не только физическую, но и силовую подготовку. Поэтому, думаю, подготовимся очень хорошо и достойно выступим. Набор новичков начнется в День знаний, 1 сентября. Клуб рассчитан на несколько сотен юных кикбоксеров. Все получат равные шансы. Или же 50 человек ходит, или будет 100, допустим, человек ходить. Мне будет легче все-таки более перспективных ребят отобрать сборную. Владимир Ростомин, Александр Филиппов, Антенна 7. Такую картину дня увидели я и мои коллеги. Проведите последний день лета в хорошем настроении. Увидимся осенью. Продажа квартир-студии в доме на Малиновского 19, а 950 тысяч рублей. Сдача дома второй квартал 2016 года. Телефон 910-358. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok